Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем случай, когда у пациента стала воспаленная и короткая лустечка, ну и соответственно отмечалось побеление губок уретра, ну и небольшое покраснение. Когда обратился к пациенту, у которого отмечалось зуд, жжение при мочеопускании, при отсутствии половых инфекций чаще всего проводился ему пациент 12 наборов. Дальше у него были губки уретры беловатого цвета с небольшим красноватым оттенком, также у него была слегка покрасневшая уздечка с очагами белесого цвета, которая беспокоила пациента тем, что, во-первых, был достаточно сильный зуб. Второе, соответственно, у пациента жжение во время сексуальных контактов и элементы несостоятельности уздечки в виде надрывов при достаточно активном сексе или каких-то других нагрузках, хотя, на члены других нагрузок, наверное, редко встречается. Итак, что это такое? Ну, это так называемый склеротрофический лишай, хроническое воспалительное заболевание, а скорее иногда некоторые называют водоросостоянием кожи полового члена, причины которого в большинстве случаев неизвестны. Однако рассматриваются такие теории, как гормональная, инфекционная. Ваш покорный слуга считает, что многое тут зависит еще и от иммунной системы и, в частности, непосредственно состояние лимфатических узлов в паху, непосредственно ректальных лимфатических узлов, с точки зрения воспалений в области уретры, в области простаты, вот такие изменения наблюдаются наиболее часто при обследовании этих пациентов в нашей клинике. Итак, что было сделано? Первое. Были взяты анализы на половые инфекции непосредственно из простаты, был взят набор на 45 разных позиций, включая вирус попелом у человека, однако никаких инфекций найдено не было. В анализах посевов на бактерии были непосредственно кишечные бактерии в небольшой концентрации, а также превышение бескислородной флоры в таком исследовании Контрафлор. Непосредственно при проведении ультразвукового исследования вариантом нормы было признано непосредственно поражение с точки зрения предстательной железы, то есть не было серьезного увеличения простаты, не было каких-то изменений явных плотностей. Ну и соответственно с точки зрения уретароскопии у пациента, не смотря на отсутствие лейкоцитов в мазке, в моче, было непосредственно воспаление и склеротические изменения. Задние уретры в основном, хотя и передние уретры тоже менее выражены и семенного бугорка с участками склероза. То есть подобный процесс в виде непосредственно вот такого вот лишая часто поражает и непосредственно уретру и внутреннюю часть генитального тракта. И сказать, что здесь первично одно или другое часто невозможно. Однако очень часто мы находим изменения непосредственно либо как в простате, либо в уретре при склеротрофическом решении. Однако это не значит, что нужно, вот как многие урологи делают, долбить эту бедную предстательную железу, например, в данном случае, когда в принципе ультразвуковое исследование, пульсовое исследование предстательной железы, когда непосредственно секрет простаты в норме. Да? Вот. Что же здесь делать? Ну, первое, соответственно, здесь необходимо, во-первых, лечить параллельно уретру в виде уротрита. Действительно, такие уротриты часто не дают лейкоцитов и они нуждаются в лечении именно стенок уретру, как в виде непосредственного промывания, так и в виде электрофореза в уретру и некоторых других воздействий. Ну, примером техники других воздействий наиболее часто является фотодинамическая терапия. В чем плюс фотодинамическая терапия? Во-первых, мы никогда не назначаем ее с самого начала. С самого начала все-таки мы чаще всего снимаем воспаление инстилляциями более простых и, так сказать, препаратов, которые мы постоянно используем, в том числе можно и антибиотики, например, по численности бактерий использовать для этого. Затем уже мы делаем фотодинамическую терапию уретру, вы можете видеть на картине, как это происходит, как правило делается несколько сеансов, болевых ощущений они практически никогда не вызывают. В результате этого меняется сама структура уретру. Почему? Потому что склеротическая часть воспалительной вместе с бактериями постепенно отходит, происходит апоптос, гибель клеточек канала и, в принципе, их замещение на нормальное. Однако процесс довольно долгий. Кроме того, естественно, что необходим кискал-дренаж лимфоузлов, поэтому электромеостимуляция, в том числе как на ударно-волновой терапии, так и непосредственно на анальный электромеостимулятор используется нами, достаточно широко и распространенно мы используем. Вы можете видеть на видео, как это происходит. Что еще делается? Естественно, что здесь не обходится без местного лечения. Нельзя только внутрь лечить, местные склерозированные ткани уже не изменятся. Мы знаем, что урологи, и иногда мы тоже этим пользуемся, непосредственно производят пластику уздечки, когда производят сначала разрез непосредственно по ширине и по длине, так сказать, соединяя. От этого уздечка действительно увеличивается. Однако это чаще всего не устраняет зуд урода. И зуд, конечно же, непосредственно крайней плоти, о которой я только что говорил. Да, это крайняя плоти. Она не так делает. Так вот, что на сегодняшний день делается? Ну, во-первых, также используется, кроме гормональных мазей, которые часто пациенты уже до прихода, как и этот пациент к нам активно используют, однако у этого пациента мы так и не увидели существенного эффекта. Хотя, может быть, без мази было бы еще хуже. Поэтому мы широко применяем, во-первых, фото-динамическую терапию. Во-вторых, непосредственно мы применяем холодную плазму. Это когда непосредственно происходит легкое поверхностное прижигание этих рубцов, да, и непосредственно происходит что? Как бы шлифовка этого рубца. И, наконец, последнее, вот тот же самый плазмолифтинг, он один из самых активных, то есть введение плазмы непосредственно в область рубца, да, маленькими иголочками, это позволяет часто снять этот зуд. Почему? Потому что это в ряде случаев освобождает зажатые нервы этим склерозом, этим ротцом, грубо говоря. Поэтому только комбинация и внутренних, и наружных средств, ну и, конечно, препаратов, в том числе таблетированных, да, дают о себе знать при этом заболевания. Это не значит, что нужно вливать в пациента горы антибиотиков. Конечно же нет, да, то есть врач должен работать с точки зрения местного лечения и наружного, и внутреннего, и непосредственно стимуляция заживления вот данных областей. Это действительно процесс довольно длительный. Почему? Потому что заместить рубец, да, как бы довольно проблематично. А вот с точки зрения профилактики прогрессирования данного процесса, это как раз и непосредственно воздействие на уретру, и та же самая электромиостимуляция лимфатических узлов достаточно неплохо работает в данных ситуациях. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам и урологам нашего медицинского центра Платно-КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова